Всем рукодельный привет! Меня зовут Даша, вы на моем канале о вязании и в сегодняшнем видео я хочу вам показать покупочки, подарочки, много-много новой пряжи и все, что связано с вязанием. У меня здесь уже огромное количество всего лежит и это еще не все, потому что за кадром у меня лежит еще, ну, столько же, наверное, примерно. Здесь я вам покажу в этом видео свои покупки из смородины, подарки, которые я получила на встрече в Новосибирске, подарки от девушки Елены, а также покупки, которые я совершила, когда ездила в Новосибирск. Про эту поездку я рассказывала в прошлом влоге, оставлю вам подсказку в углу экрана. Итак, даже не знаю, с чего начать, наверное, первым делом я бы хотела показать подарок от Елены, потому что он сейчас находится полностью за кадром и я буду вам постепенно показывать, показывать, показывать и рассказывать, что же там интересное такое есть. Мне написала девушка Елена с желанием сделать мне подарок, и даже, что удивительно, дала мне выбор цвета, то есть я сама выбирала цвет пряжи, который мне будет подарено, и это было очень удивительно. Обычно это прям сюрприз-сюрприз, но для меня это был сюрприз, потому что к тому моменту, как пришла посылка, я уже успела даже позабыть, какой цвет я выбрала, потому что очень долго выбирала. Это тоже, кстати, интересная новиночка, но давайте уже начнем, я вам уже все покажу, потому что нет сил уже терпеть. И первым делом я хочу вам показать, что-что-что, носочную пряжу. Это Alize Wooltime в цвете, который я очень сильно хотела, и который я очень долго искала, потому что как только он появлялся на Валберисе или на Озоне, его сразу раскупали, потому что пошла молва о том, что это цвет селезня, и все хотели себе селезневые носочки, поэтому быстро раскупали по два моточка, и везде было наличие либо один моток, либо три мотка, хотя три мотка мне не нужно было. Я хотела именно два, и вот очень рада, что наконец-то они у меня появились в запасах. Это Alize Wooltime, если вы не знаете, это новинка носочной пряжи с прошлого года от компании Alize. Здесь у нас идет 75% супервоз шерсть и 25% полиамида. 100 грамм 200 метров, это толстая носочная пряжа. Я уже вязала из нее носочки, у меня было целых 4 пары носочков в стиле Гарри Поттера по факультетам Хогвартса. Если я найду какие-то фотографии, я вам буду вставлять. Я там миксовала между собой оттенки, и мне очень понравилось, что почти на каждый факультет Хогвартса идеально нашлось сочетание цветов. Так вот, теперь у меня будет в запасах и такая классная зеленая носочка, которая у меня будет для селезневых носков. Почему называют селезневые носки, селезень, почему ассоциация такая, вставлю вам тоже фотографию, потому что оно очень похоже. Это будет ложиться красивыми полосками с элементами жаккарда. Номер цвета, это я вам не сказала, номер цвета 11.0.21. Два моточка, откладываю. А далее меня ждет огромная упаковка, просто упаковище пряжи. Та-дам! Это новинка, сейчас я вам ее распакую, и мы пощупаем, посмотрим. Итак, я достала 5 моточков, это новинка от Ярнарт, новинка, насколько я помню, даже этого года, которая называется Империал Мерина, это 100% мериносовая шерсть, экстра файн, как нам пишут. Здесь у нас идет 50 грамм 100 метров, это достаточно толстая пряжа, и она, я так понимаю, хочет у нас соперничать вместе с Ализе Мерина Ройл и вместе с артикулами Атлана Гата. То есть у нас в основном гребяной меринос для шапочек покупают Атлана Гата, и вот Ярнарт решил сделать свой ход, свой ответ. И будет, кстати, интересно сравнить, я уже работала с Алан Агата, и когда буду работать с этой пряжей, немножко их посравниваю. По составу я вам все сказала, по метражу я вам все сказала, номер цвета у меня 3307. Я очень долго выбирала между цветами, там огромная палитра цветов у этой пряжи, и я очень долго не могла выбрать, хотела то голубой, то фиолетовый, то сиреневый, и потом поняла, что классики не стоит изменять. Это красивый бежевый цвет, я бы даже назвала его цветом какао, потому что здесь присутствует какая-то интересная розовинка. Пряжа по ощущениям мягкая, пряжа по ощущениям не колкая. Но мне кажется, и колоться в ней нечему, так что я думаю, что вот после вязания образца, я вам уже скажу полностью свое мнение, но на данный момент мне даже кажется, что она отлично подойдет для вязания каких-то комбинезончиков, пинеточек, шапочек для маленьких детей, каких-то пледиков спокойно, почему бы и нет. И по цене она заметно ниже, чем та же пряжа от Лана Гатта, что очень приятно. Также, к слову, хочу вам сказать, что вот эти артикулы, которые вы сейчас видите перед собой, именно Ернарт Империал Мерина, Ализе Вултайм и многие другие интересные артикулы, вы можете купить в магазине у Елены. Елена только открыла свой небольшой, совсем маленький магазинчик пряжи, но уже она настроена решительно, закупилась всеми самыми крутыми новинками. Скоро у нее появится Линен Софт, про который уже, наверное, весь мой мурчащий чатик уже вяжет его, пищит и радуется, и не нарадуется, а те, кто еще не купили, уже хотят купить как можно скорее. Также у нее есть в новинках Ернарт Букет, Саммер Дрим в красивых сочетаниях мультиколоровой пряжи и другие интересные артикулы. А по моему промокоду, который Лена любезно подарила мне и моим зрителям, Мурнитка 10, вы получите скидку 10% на свой заказ до конца лета. То есть у вас до конца лета есть время подумать, что-то выбрать и подождать новинок, потому что из новинок сейчас придет Леня, насколько я помню, она мне говорила, что будет Ернарт Лин Софт новинка, Ернарт Форза обязательно придет, и также у нее в Телеграме сейчас проходит опрос, что еще закупить в магазин, что еще было бы интересно. Поэтому я вам оставлю ссылку на ее магазин, на ее Телеграм, и всю информацию под этим видео. К слову, по секрету вам скажу, что вот эта пряжа осталась всего два мотка, если вы хотели ее купить, не думайте. Не, ну вдруг вы тоже искали селезню, как и я очень долго. Для чего мне вот эта пряжа? У меня уже для нее есть интересный процесс, я уже придумала, что я из нее хочу. Я вам вставлю фотографию. Это кардиган соты от Кузьмина Нитвер. Например, кардиган, который вяжется из гребенового мериноса с добавлением махера. Я, скорее всего, буду использовать альпаку, буду использовать, скорее всего, Сиам Аура, который у меня есть в запасах. Либо докуплю белого цвета, либо сравню, если бежевый цвет контрастно будет смотреться, потому что для сот необходим какой-то контрастный цвет, мне кажется, получится что-то просто невероятное. И уже в будущих влогах покажу вам образцы для этого процесса. Как-то меня поперло на вязание кардиганов и по вязанию по описаниям Кузьмина Нитвер, потому что у нее какие-то супер классные описания, как по мне, на вид. Я пока еще не связала ни одного изделия, которое я вам анонсировала в прошлых влогах, но уже очень хочется что-то что-то повязать. Итак, помимо пряжи, в подарки также были приятные мелочи. Обязательно вкусняшки, которые я потом отправлюсь кушать под кофеечек. Шоколадка. Для ухода за ручками два кремушка. И для ухода за губами помада-бальзам для губ с пантенолом. Кстати, закину себе в сумочку, потому что даже летом у меня обветриваются губы. И я еще имею привычку их кусать, поэтому... Не думаю, что вам это интересно, но вот просто информация. Итак, что же у меня тут далее? Давайте... Я даже не знаю, с чего начать. С чего начать? Что же вам показать? Покупки сначала из Новосибирска или подарки? Ну, раз мы с вами заговорили про подарки, давайте я сначала вам покажу все подарки. Сейчас я немножечко освобожу стол и покажу вам все. Итак, когда я была в Новосибирске, я уже вам рассказывала о том, что я предложила встретиться... Ну, кто хочет со мной встретиться в Новосибирске, и согласились две девушки. Это были Виктория и Мария. И Виктория и Мария сделали мне небольшие, но очень приятные подарочки. Сейчас я вам их покажу и уже отправлюсь придумывать из них процессы. Итак, начну с небольшого подарка от Виктории. В этом небольшом чехле угадайте, что там находится. Маркеры или тросики или еще что-то. Ну, ладно, не буду вас томить, на самом деле там маркеры, и многие из вас уже угадали. Кстати, очень удобные металлические коробочки для хранения маркирочков, особенно чтобы брать их с собой в дорогу. И тут посмотрите, какая красота. Эти маркирочки Виктория сделала сама. И что я хочу отметить прям сразу, сходу. Это то, что эти маркирочки на просто огромных петлях. Я люблю, когда маркирочки на больших петлях, потому что у меня всегда проблема с тем, чтобы подцепить спицей маленький маркирочек. Я его периодически теряю, он у меня отцепляется, он может у меня запутаться. А когда у вас висит какой-то большой увесистый маркер с большой петлей, мимо него пройти, мне кажется, просто невозможно. Здесь используются такие бусинки, они, кстати, немножко похожи, как мне кажется, на клубочки. И есть маркер начала ряда с ключиком, чтобы не ошибиться, где у вас начинается новый ряд. Маркирочков у меня получается, у меня, кстати, даже два маркирочка начала ряда. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь маркирочков. Я думаю, что эти маркирочки у меня так и будут храниться в этом кейсике. Положу их на свой вязальный стол, а если мне нужно будет в дорогу с собой взять маркеры, буду просто брать с собой эту коробочку. Большое спасибо, Виктория. Второй подарок я получила от девушки Марии. Он был немного больше, и там уже присутствовали бобиночки. Вот они лежат, две красивенные бобиночки. Сейчас я вам расскажу, что это такое. Первая бобинка в очень красивом ягодном цвете. И это гребяной меринос. Тут на этикеточке не написано, но я в интернете посмотрела, потому что я уже все забыла, что мне Мария рассказывала. У меня память очень короткая. Хотя, мне кажется, на составу пряжи память у меня должна быть просто идеальной. Так вот, эта пряжа называется Экстрема. И я нашла в интернете, что это 100% гребяной меринос. По метражу он 1850 метров на 100 грамм. Здесь у меня, я не взвешивала бобинку, я так предполагаю, грамм 200. И этот гребяной меринос мне уже хочется смешать с махером Атлана Гата, который у меня есть в моих запасах. Ставлю вам фотографию, как он выглядит. Он тоже ягодного цвета, с ягодными крапками. И мне кажется, получится что-то просто невообразимо красивое. У нас получится изделие не такое, как паутинка, а что-то более плотненькое. И больше будет держать форму за счет гребяного мериноса в составе. А плюс, если мы подмотаем в манжеты большее количество ниточек, там, допустим, я не знаю, 4, наверное, нити на манжеты, то у нас будут еще и резинки хорошо держаться. Потому что гребяной меринос отлично держит резинки. А вторая бобинка, ну это просто отвал всего, вы просто посмотрите на вот этот цвет. Я, если честно, забыла состав, я помню, что здесь есть альпака. Маша, если ты смотришь это видео, напиши мне, пожалуйста, в комментариях, чтобы я себе куда-то заскринила. Потому что я, существует вероятность того, что я потом прочитаю комментарий, а опять забуду. Надо мне куда-то это все сохранить или, возможно, вклеить какую-то наклечку. Потому что здесь этикетка не от этой пряжи. Насколько я помню, мне Маша говорила, что здесь присутствует альпака. Но и, судя по остевым волосочкам, так и есть на самом деле. То есть это такая рустикальная на вид пряжа. Красивого морской волны цвета с зелеными вкраплениями, с краплениями фиолетового цвета. Надеюсь, вам передает всю красоту цвета этой пряжи. Здесь, я так подозреваю, тоже грамм 200 у меня есть. И я на данный момент думаю, что это получился бы отличный шарфик Софи. То есть еще один шарф Софи связать. Мне кажется, что я ближе к осени распро... Папа... Распроцесс... Заведу как можно больше процессов, связанных именно с шейными аксессуарами, потому что мне хочется всем вокруг надалить шарфиков Софи, потому что как вы ходите без него, это просто идеальная вещь. По сравнению с шарфиком, просто с обычным прямоугольным шарфом, шарфик Софи это просто что-то невероятное. Я вам говорю про полноценный большой шарф, не который маленький на шею, но, насколько я помню, маленький называется шарфик, большой называется шаль. Я вязала и маленький, и большой. Маленький я пока не поняла, как мне применять так грамотно, на какую погоду его надевать и под какую одежду, а вот большой шаль Софи, он просто идеально носится, я его ношу под кожаную куртку и просто шикарно себя чувствую. Так что я тоже свяжу образец, потом посмотрю, как она будет смотреться. И помимо пряжи в этом подарке были еще приятные мелочи. Была вот такая свечка с запахом банана и клубники, бананово-клубничная жвачка. Очень вкусно пахнет свечка, она с обычным фитилечком, она очень маленькая, но я ее еще не поджигала, потому что у нас дома стоит какая-то прям непонятная жара. Видимо, когда в Москве сейчас идет снег, буран, там угрозы какие-то, у нас пришла сильная жара. Надеюсь, снег до нас не дойдет. Я просто мечтаю о том, чтобы снег не дошел. Также в подарке был просто невероятный грибочек. Я так подозреваю, его можно использовать как украшение на елку, но я на данный момент повесила его на корзинку с моей пряжей. То есть у меня есть вязаная корзинка, я просто проткнула аккуратненько и вот так вот повешила этот грибочек. Я так подозреваю, что это грибочек из керамики. Я просто не сильно в этом разбираюсь, никогда не работала с этим. И я так подозреваю, что это что-то типа, я вот боюсь ошибиться, что-то наподобие поганки, как у какого-то такого нехорошего грибочка. Но выглядит он очень красиво, посмотрите. Я так подозреваю, в любом случае это какая-то ручная работа. Ну, красота. Можно потом будет украсить также елку, только аккуратно как-то, чтобы он у меня не упал и не разбился. И также с родины Марии был чаёчек. Я его тоже ещё не открывала, но планирую это сделать в ближайшее время. Я стараюсь ничего не открывать до того момента, пока не покажу вам распаковку. Потому что потом открывать, показывать свечу, которая уже горела, конфеты, которые я уже съела, фантики вам что-ли показать. Вдруг вы мне на слова не поверите. Вот такой вот чай, называется Энергия Океана. Океана. Попробую и скажу свой отзыв. И это что касается подарков, которые мне сделали девочки в Новосибирске. Далее пойдут мои огромные покупки. Итак, раз мы говорим про Новосибирск, у нас, знаете, всё вот как ниточка тянется друг за другом. Подарки значит подарки, Новосибирск значит продолжаем про Новосибирск. Я когда была в Новосибирске, я думала, что я потрачу просто всю зарплату. При том, что в первый день, когда я оказалась в Новосибирске, у меня на карту упала зарплата. И я такая, идём в магазин пряжи, идём смотреть, что там интересное. Но на моё удивление, я купила не так много, как не хотелось бы, а как я задумывала себе, что я вот пойду куплю себе столько носочки, столько всего. Но и хочу сказать вам, что я была всего в трёх магазинах. Это был Лоли Моли, это был магазин Филоти Клаб и это был магазин Иголочка. В Иголочке я вообще ничего не прикупила. Давайте начнём с первого магазина, где мы были вместе с Викторией. И там я купила вот это. Мне кажется, надо её в рамочку. Вот я даже боюсь её руками трогать, потому что это, наверное, одна из самых дорогих пряж летнего состава в моих запасах. Я очень давно эту пряжу хотела. И если бы у меня не было бы возможности увидеть её в магазине, то есть прийти и оффлайн посмотреть на неё, то я бы её, скорее всего, в интернете не заказала. Но когда я её увидела вживую, я поняла, что она мне, ну вот прям сейчас, срочно надо. Я лучше куплю три пасмочки этой пряжи и больше не куплю ничего, чем куплю там несколько бобинок и нагружу свои запасы плюс ещё там несколькими килограммами. Если вы не знаете, что это за пряжа, это пряжа от бренда Феза, который называется Альп Нейчерал. Так, здесь у нас по составу 40% хлопка, 10% шёлка, 30% вискозы, 20% льна. Полностью натуральный состав. 100 грамм 210 метров. Кстати, что самое интересное, у меня три пасмочки и на одной пасмочке, я не знаю, это брак или не брак. Вот у меня на одной пасмочке написано 100 грамм 210 метров, а вот здесь написано 110 грамм 210 метров. И вот здесь написано 110 грамм 210 метров. Но по размеру вот эта пасмочка, она заметно меньше, чем вот эти две. Возможно, я себя как-то накручиваю, но вдруг это какая-то вручная намотка, потому что пряжа позиционируется, как сделанная вручную. 713 номер цвета, очень красивый, зелёный. И как эта пряжа будет выкладываться? Она будет выкладываться полосками разнофактурными. То есть у нас здесь присутствуют и какие-то шнурочки, и пряжа с эффектом фламе, и просто пряжа классической крутки. И какие-то совсем тоненькие ниточки, как ленточные. То есть здесь должно получиться вот просто классная футболка или какое-либо другое изделие. Я планирую вязать футболку. Я думаю, что три пасмы мне должно хватить. Просто футболку, возможно, даже регланом, а может быть не регланом, а раздельными частями, чтобы скомбинировать как-то, чтобы полоски смотрелись вместе красиво, а не ломались на линии реглана. Вот эта пряжа больше не требует никаких узоров, потому что она сама по себе выкладывается как узор. Вот три пасмочки и одна такая пасмочка обошлась мне в 850 рублей. Я понимаю, что это очень-очень дорого, но мне хотелось себя порадовать, и я решила, что я лучше куплю себе три вот таких пасмочки и просто невероятно счастливая уеду домой. Ну вы просто посмотрите на этот цвет. Как я могла просто мимо него пройти? Я даже в прошлом влоге спрашивала у вас, напишите в комментариях, угадайте, в каких цветах я сделала покупки в Новосибирске. Кто-то написал, что, конечно же, в зеленых. И это было на 100% правду, потому что все остальные артикулы, которые я вам покажу из покупок в Новосибирске, они были именно зеленого цвета. Ну красота. Ну я прям не могу. Я уже хочу начать с ней работать. Мне кажется, это будет первый летний процесс мой в этом году. Единственная проблема, с которой я столкнусь, это то, что мне эту пряжу придется перематывать. А я бы не очень люблю это все делать. Возможно, даже придется перематывать вручную, потому что, скорее всего, на моталке я могу как-то ее зацепить или как-то неправильно перетянуть. Где-то не хотелось бы мне это все сделать, поэтому надежнее будет перемотать вручную. Далее мы уже попрощались с Викторией, и мы отправились с Марией в другие магазины пряжи. Также мы с Викторией были еще в иголочке, но я уже говорила вам о том, что мы там ничего не купили, поэтому показать мне вам нечего. Так что вы можете просто подключение посмотреть в прошлом влоге. Далее мы зашли с Марией в магазин Лоли Моли. И там я решила, что мне не хватает шоперов, мне не хватает чего-то зеленого. И я вообще изначально, когда там посмотрела ассортимент, я думала, ну, покупать что-то или не покупать. Вроде мне и нравится, и не нравится, и куда бы мне это все складывать. А потом увидела вот эти цвета, и меня понесло. Я купила целую упаковку пряжи, из которой уже все связали себе шоперы, только я не вязала, потому что я не могла выбрать себе цвет. И когда я увидела этот красивый зеленый, я просто все, я улетела куда-то на небеса. Я просто чувствовала, какой будет классный шопер, какой он красивый, освежающий у меня получится. Это пряжа от Artland рукодельная. Это 100% полипропилен, 50 грамм, 200 метров. В магазине Лоли Моли он сейчас закрывается, поэтому у них идет скидка 30% на покупки упаковками. Потому что они распродают весь свой ассортимент и так вот мотивируют покупать. Поэтому я взяла целую упаковку себе пряжи рукодельной. У меня 10 моточков, то есть 500 грамм. И мне хватит, мне кажется, на целый шопер, а может быть даже на целых 2 шопера или на шопер маленькую сумочку. Но это мы будем тоже вязать летом. Я вам покажу чуть позже образец. А помимо этого я увидела вот это. Ну просто. Даша себе не изменяет. Вот у меня как пик голубого был, пик такого, знаете, Тиффани цвета, так теперь у меня пик вот этого зеленого полынного красивого. Не могу я никак отвязаться от этого цвета. Он мне очень нравится. Я себе и платье купила уже, и такую кофточку летнюю купила себе в этом цвете. И просто пищу от радости, как мне это все нравится. Итак, вторая пряжа, это артикул от картопа. Насколько я знаю, картопа перестал существовать. То есть он больше не выпускает никакие новые артикулы. Он распродает все свои остатки со складов. Эта пряжа называется вошит. И изначально, я так подозреваю, по названию следует, что из нее рекомендуется вязать что-то для уборки. Типа губок, типа мочалок, скорее всего. Каких-то тряпочек для уборки. Она полностью не натуральна. Это тоже стопроцентный полиэстер. Здесь у нас идет, так-так-так, цвет K1431, если вы где-то вдруг его встретите. Но мне кажется, если вы в Новосибирске живете, в Лоли-Моли можете спокойно зайти и купить там, насколько я помню, еще эта пряжа есть. А, здесь 100 грамм 90 метров. Я купила упаковку из пяти мотков. И это вот такая, как вам показать, она не травка, а может быть и травка. Она, как знаете, с такими червячками, как махровое полотенце. Оно и по ощущениям, кстати, махровое полотенце напоминает, но и пилинг-эффект у него определенный такой есть. Она жестковатая. И я подумала, что если взять эту пряжу, и вот эту пряжу, и сделать мотивы квадратные бабушкиным квадратом, получится что-то просто вязать вот прямо сейчас бы захотела. И я пока была в Новосибирске, взяла один моток такой, один моток другой, и связала вот такой образец. Он не заблокированный, не постиранный. Вот просто как я его связала, так он у меня и остался. Я его вязала по образу и подобию мотивов, которые я вяжу сейчас для кардигана Desire. Он у меня тоже в процессе сейчас находится. Надеюсь, скоро уже будем его носить. И вот так это выглядит. Ну, посмотрите, как круто. Вообще супер необычно. Мне кажется, даже можно связать какой-то шоппер не мотивами, ну, мотивами тоже бы смотрелось очень круто, не мотивами, а полосками. То есть за основу взять рукодельную и пустить полоски вот такой вот фантазийной пряжи. Не знаю, прям вообще. Ну, красота неописуемая. По ощущениям вязать ее, конечно, не кашемир, не идеально. Она скрипит. Когда руки намокают, она так поскрипывает, очень неприятно. Поэтому вязать ее сложновато именно в плане ощущений. А так вяжется все ровненько, красивенько. Я думаю, даже спицами можно ее вязать. Но я спицами бы не стала, наверное, вязать шоппер. Поэтому я хочу себе запланировать на вязание летом шоппер вот такого формата. Либо мотивами, либо полосками. Я еще не определилась. Посмотрю какие-то вдохновляющие картинки на Пинтерест. И я, кстати, в своем Телеграм-канале делилась даже фотографиями, как из вот таких квадратиков можно связать маленькую миленькую сумочку. Ставлю вам тоже давайте какую-нибудь фотографию. Но если вы перейдете на мой Телеграм-канал, то вы там увидите прям полноценный пост. Там очень много фотографий, связанных с этими сумочками. И мне даже захотелось вязать себе что-то подобное. Можно добавить белого цвета. И получится вот такая маленькая классная сумочка. Вшить в нее какой-нибудь маленький мешок на затяжках. И будет, мне кажется, просто великолепно. И это все, что касается моих покупок в Новосибирске. Далее я забрала свои бобинки со смородины. В смородине в январе, насколько я помню, если мне не изменяет память, это был январь или февраль, был предзаказ, который назывался магический, долгоиграющий. То есть, как вы понимаете, прошло уже практически полгода, и я только получила эту пряжу. Потому что там был сначала предзаказ из Италии. Пока он пришел, пока они его перевзвешивали, весь распределили. Потому что очень много было людей, которые заказывали эту пряжу по предзаказу. И я заказала себе две бобинки, потому что цена на них была очень приятная. И это две огромные бобинища. Начнем с вот этой красоты. Это у меня милифили пазл. Вот 60% шерсти, 20% полиамида, 20% вискоза в красивом розово-фиолетовом цвете. То есть здесь розовая основа с добавлением таких красивых лиловых фиолетовых крапушек. Ну прям весна-весна, лето-лето. Очень красиво смотрится. И когда я эту бобинку распаковала, я такая думала, блин, что-то она мне напоминает. Прям очень сильно напоминает. И что же вы думали бы? Как говорится, найдите 10 отличий. Этот вид на нук с ангорой. Это пазл. Да, они разные по цветам, да, они разные по крапинкам. Хотя тут тоже розоватые и желтоватые крапинки присутствуют, но они чуть-чуть по оттенку отличаются. И я подумала, вот Даша докатилась. Уже одинаковую пряжу покупаешь по цветам. Вот прям... Ну вот, если смотреть с этой стороны бобинки, то и видно их разницу. Но здесь по составу совсем другой состав. Насколько я помню, там 20% ангоры, шерсти. Ну-ка сейчас посмотрим этикетку. 65% мелиноса, 25% суперкидмахера и 10% ангоры. Ну, то есть просто вообще нереальный состав. Она тоже очень приятненькая. Вот буду думать, теперь куда эти две красивенные бобины, на какие процессы мне применить. Вот здесь у меня бобина. Если мне не изменяет память, где-то у меня была накладная. Так. Эта бобинка стоила 270 рублей за 100 грамм. Бобинка у меня 700 грамм. То есть тут прям на два полноценных плечевых изделия. Можно даже попробовать, запланировать, связать из нее платье. Представляете? 700 грамм целых. Потому что я писала, чтобы мне пришли на оригинальных конусах пусть будет там бобинка 600-700. Вот они выбрали 700. Видимо, подобрали мне такую бобинку. И она у меня на оригинальном конусе, чтобы я вдруг не забыла, что это у меня такое. Потому что я периодически забываю вот с таких накладных вклеивать. И вот такая бобинка мне обошлась 1890 рублей. А вторая бобинка, она в очень необычном, точнее, на очень необычном конусе. И эта пряжа у меня, наверное, пойдет в работу прямо сейчас. Потому что она идеально подошла под мой процесс, под который в прошлом влоге я не могла подобрать вообще вот ничего. Никакая пряжа не подходила, а вот эта пряжа пришла ко мне случайно и подошла. Это, смотрите, тут почему конус интересный, потому что он одинаковый с двух сторон. Я впервые такой конус встречаю. Пластиковый конус, оригинальный с завода. Это Линсием. Называется Белис. И это у нас 80% мереносовой шерсти, 8% кашемира, 8% вискоза и 4% полиамида. 300 метров на 100 грамм. Цвет натуральный, неокрашенный. У меня бобинка 600 грамм. И эта пряжа стоила также 270 рублей за 100 грамм. Здесь пряжа идет в смотке. Я так подозреваю, это уже смотка идет с завода. Состоит она из 4 ниточек. Сама по себе ниточка, она ватная, очень красивая. И она очень мягкая уже сейчас. Я хочу связать образец, постирать, посмотреть, как она будет смотреться. И к чему же я ее все-таки хочу применить? Хоба! Пряжу фантазия, помните? Если смотрели прошлый влог, то она еще свежа у вас в памяти. И я там, бедная, бегала, искала подмот какой-нибудь красивый, чтобы связать резинки, связать планку у кардигана с фактурой букле. То есть там нужна пряжа... Я вам вставлю фотографию. Там нужна пряжа для резинок, планок и прочей обработки, не букле, чтобы как красиво это все смотрелось. Ну, на камере сейчас очень желтит, но без искусственного освещения и без... Ну, при натуральном освещении смотрится очень похоже. Ну-ка, давайте-ка образец сейчас возьмем. Он у меня здесь как раз-таки под рукой. Вот так. Вот смотрите, с образцом, мне кажется, смотрится очень даже ничего. Так что после этого видео я отправлюсь вязать еще один образец с резинкой из этой пряжи. Так как у нас метраж здесь 300 метров на 100 грамм, но я подозреваю, что она очень хорошо будет раскрываться, потому что смородина показывала фотографию образцов, как она разбухает. Я так подозреваю, что в две нити мне будет достаточно для того, чтобы вязать на спицах 6 миллиметров. Я, конечно, свяжу все образцы, все попробую, и потом уже вам расскажу свои мысли по этому поводу. Но на данный момент я очень воодушевлена, что все-таки, видимо, кардигану быть, и мне даже не нужно ничего для этого докупать, потому что эту пряжу я купила еще аж в марте. Ну, точнее, оплатила в марте. Предзаказ был в январе, насколько я помню. Оплатила в марте и получила вот сейчас в мае. Вот так вот. Если вы боитесь каких-то таких долгих предзаказов, то не ввязывайтесь в предзаказы от смородины, потому что у них обычно предзаказы очень долгие, но пряжу можно купить по очень приятным ценам. Там иногда даже и кашемир бывает по очень хорошей цене на нынешнее время. И последнее, что я вам хочу показать, это косвенно связано с вязанием. Это небольшие проектные сумочки, которые мне попались на глаза, когда я искала проектную сумочку, как у Маши Термаковой. Сейчас все покажу. Маша Ермакова в одном из своих влогов показывала вот такую сумочку с котиком. Ну, мне же тоже надо. Я пошла, нашла ее на Валбересе. Именно вот такую с клубочком, с черным котиком. Она двухсторонняя. И она сделана, как знаете, как из трикотажа какого-то. То есть она как вязаная. Изнутри тут жаккард. Такие плотные ручки. Единственное, что мне в ней не нравится, что у нее нет донышка. Вот если бы донышко здесь было, может быть, как-то перешить можно. Тогда клубочек вот так спрячется. Подумаю. А если бы было донышко, было бы удобнее с ней ходить. И я планирую ее использовать как проектную сумочку. Вот куда-то выйти на улицу, повязать. Мне кажется, очень круто. Положить носочный процесс. Взять вот так вот за ручки. Кто-то, я видела, делает, как японским методом вот так носит. То есть хвостик сверху. И вот так надевают на руку. И ходят с этой сумочкой. Тоже красиво смотрится. По стоимости она что-то около 350 рублей, насколько я помню, стоила. Я вам оставлю ссылки на эту сумочку и на следующую, которую я вам покажу. Прикольно. Мне пока нравится. Посмотрим, как она будет в эксплуатации. Ну вот я увидела. Мне тоже надо было срочно. Вот прям сейчас. А вторая сумочка, она просто в рекомендациях. Знаете, когда просматриваете что-то подобное. Вот я искала эти маленькие сумочки. У меня после этого в рекомендациях вылезать стали маленькие сумочки. И я увидела вот эту. Просто вообще классная сумочка с котиками. Я подумала, блин, надо мне взять такую маленькую проектную сумочку. Она стоила дешевле, что-то, наверное, 200 с чем-то рублей. Она небольшого формата, с круглым донышком. И вот на такой ручке. Ручка, которая идет одновременно с затяжкой. Тут, конечно, есть всякие нитки торчащие. И подклада тут тоже нет. Но, мне кажется, подклад, так как у меня есть теперь швейная машинка, это вообще не проблема. То есть она стоит, вот так потом затягивается, надевается на руку, и все. И идете себе спокойно. Если куда-то с собой берете вязание. То есть тоже спокойно под насочные процессы, или под какие-то небольшие другие процессы, мне кажется, вообще идеально подойдет. Тоже на нее ссылку вам оставлю. Ну, там всякие разные котики есть. И котики тоже. Мне вот почему-то показалось, что кофе, котики, вот вся моя тематика. И мне захотелось именно такую. Она сделана из какой-то, знаете, как шопперы делают из такой плотной ткани. То есть если ее поставить, то она стоит. И думаю, что для вязания будет очень удобно ее использовать. Классная сумочка, мне очень понравилась. Тоже на нее вам ссылку оставлю. И получается все. На этом у меня все. Я вам показала все, что я хотела вам показать. И все, что я не хотела вам показать, тоже показала. У меня больше покупок, подарков никаких не было. И теперь мне нужно это все положить по своим местам. У каждой бобинки, у каждого моточка должно быть свое место в доме. Для этих запасов я уже подготовила определенное место. Поэтому сейчас отправлюсь их сортировать и наводить порядок. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была я, Даша. Увидимся с вами в следующих роликах. Они будут совсем-совсем скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok